Некому доехать туда, я сам сейчас не могу. Сейчас звонил ребят, говорю, привезите иглака, зарезать, шилюн пить. Ну да. Калмыкин же шилюн пить. Тем более болеете, да? Болею, а сам я не могу, поэтому звонил, лежал. Всем привет. Всем менду. Всем менду. Ну как я обещал, сегодня утром, вот только что я доехал до Ачирова Бориса Убушиевича. Он, оказывается, Убушиевич, да? А не Убушиевич. А то мы все говорим, Убушиевич, Убушиевич. А оказывается, по документам, реально, он Ачирова Бориса Убушиевича. И вот действительно, я до него доехал. И те вопросы, которые у вас возникали, да, уважаемые подписчики, мы сейчас ему зададим. Так, Борис Убушиевич. Очень много вопросов по тому, действительно ли вас привлекает к административной ответственности за то, что вы на митинг выступили, и как все это происходило, расскажите, пожалуйста, нашим подписчикам, да, так сказать. Ну, подписчикам, ну, зрителям, да, да. Ну, что говорить. Значит, на митинге, организованные, ну, людьми, болеющим за республику, за жизнь, организованный митинг, мне тоже пришлось выступить, потому что все это мне было не безразлично, потому что то, что произошло, то, что, значит, работает во главе мэрии города, человек, которого мы не знали, и очень плохо характеризует на прежнем месте, на Украине, где он себя очень плохо показал, и люди оттуда сообщают, что это такой человек, что нельзя ему ничего до руководства такого доверять. Поэтому я думаю, что наш народ, наши люди, наши грамотные, умные, толковые хотят, чтобы на месте мэра города, нашего столицы, работал местный человек, местный, грамотный, толковый, и вел город по правильной линии, по-хорошему. Поэтому я считаю, что выступление этих людей, проведенный митинг, правильно, там один митинг был, второй, третий, но я почему-то удивляюсь, почему Бату Хазиков, которому калмыцкий народ, когда он стал, с уважением отнесся, но я также с ним встречался однажды, с уважением относился, почему он все это терпит, и вот выступления, митинги не реагируют в никакой степени, почему? Вот я вот удивляюсь, а почему он-то так делает? Ну он же видит, что народ, люди нашего республики, не только столицы, туда приезжали с районов, на эти митинги, с нашего района Целиного, нас, и очень недовольны были, поэтому они приехали, и я, значит, выступал и говорил, что вот, значит, что неправильные действия, значит, этого. Мы этого трапезника знать не знали, и потом еще, значит, там министрами еще кого-то поставили, еще кого-то привезли, поставили на должность, двух-трех человек, которых вообще нет. У нас очень много грамотных своих ребят, женщин, людей, которые могут работать в нашей столице и вообще в руководстве республики. И эти люди, конечно, будут довольны любой национальной республике, если такое будет отношение, будут так делать, потому что это не нравится нам, разве можно так делать? Поэтому, значит, были выступления, был митинг, и люди проявляли недовольство, в том числе и я тоже проявил недовольство по поводу, значит, того, что, значит, происходит в республике. Поэтому, я думаю, Бату Хазиков должен был в какой-то степени, как глава республики отреагировать на это дело, и выступить, и сказать, но почему-то он молчит, ничего абсолютно нам не говорит. Раз он республика Калмыкия, мы же болеем за всю территорию, за народ, за скос, за хозяйство, за положение, что делается в республике, и я считаю это правильно. И я в выступлении говорил, что мне было 7 лет, когда нас высылали, я помню, перед глазами все это стоит, как нас высылали. Мы находились между Шатой, Чапчаево, Кегультой, там на участке, на упасах с родителями. В это время, значит, нас вывозили оттуда, и помню, как подъезжали большие, ну, это, знаете, как сейчас есть точка, ну, точка, 2-3 домика, подъехали военные машины большие, и нас начали грузить. Ну, правда, говорят, среди многих, которые вывозили, я же являюсь председателем Союза репрессированных народов, и мне судьба калмыцкого народа не просто так, а я болею за него. У меня есть музей на 8-м микрорайоне, репрессированный, не сломленный, где полностью оборудовано, и людям показываем, приезжая туда с Вьетнама, Монголия, Бурятия, Китая, Америки, Европы, а там сюда приезжают с Россией, интересуются музеем, и то, что там находится, и судьбой калмыцкого народа. Об этом многие знают, приезжают и интересуются. Поэтому я думаю, что это было правильное выступление, потому что мы ничего не добавляли, ничего не прибавляли, и почему это вдруг власть решила за нами следить, ходить, мы, по-моему, преступного, ничего там такого не... Я именно имею в виду, и остальные выступающие говорили только правду и то, что происходило, как прошла жизнь, и калмыцкого. А то, что было, значит, как нас вывозили, как везли трое недель в Сибирь, все это я помню. Я помню, когда нас везли в каких-то товарных вагонах... Семь лет было, да? Да, семь лет. Я все это помню. Нас, мать, там, детей, родители старались, потому что там было холодно. Не отапливаем вагоны, приспособленные для людей, как будто, ну, многие на полу сидели, где там, кому где пришлось, там и сидели. А сколько человек было в вагонах? В вагоне мне касалось, ну, я примерно, думаю, 50-60 или сколько. Забитый, да? Да, семей, может быть, 20-25-30 или сколько. Все эти люди там находились, детей старались, чтобы в какой-то степени меня укрывали одеялами, тоже кидали, а мы подходили три дня, ни воды, ничего абсолютно не давали, не открывали двери солдаты. И это, чтобы хоть немного охладили, вот на окнах, там два окна всего было, налить было. Мы лизали лед вот этот, чтобы утолить свою жажду. Мы, дети там, и взрослые, потому что три дня воды не давали, ничего не давали, нас посадили, всех повезли. Вот в таком положении везли. Я об этой истории рассказываю. Я помню, как приехали в Сибирь, как нас встретили, коменданты развозили по сибирским, вот это вот мы попали в Купинский район, Новосибирская область, село Копкуль. На санях нас везли туда Сибирь, холод. Привезли какие-то, нас размещали какие-то приспособленные, или сарай, или что-то там такое. И нам приходилось первое время там выживать. Очень много, вот я при выступлении говорил, Калмыковы умерли в дороге, умерли там в Сибири. И я считаю, что половина Калмыкова, я и многие же считают, что половина Калмыкова осталась в Сибири, в вагонах, вон, да ты, как говоришь. Многие не доехали, да? Многие не доехали, многие не доехали. И вот в таких условиях нас везли. И там еще, оказывается, потом я узнал, что специально правительственное указание было, что Калмыки являются предателями, изменниками Родины. И добавляли к этому, что они людоеды. Прямо правительственном уровне сообщали по тем местам, куда нас везли. Чтобы там нас тоже плохо встретили. Ага. Ну, какую-то ненависть проявляли. И вот первое время те местные люди и объявлено было, что людоедов. Боялись подходить день, два, три друг к другу. А потом со временем они поняли, что нормальные люди, что поняли, что наша судьбу, значит, так получилось. Кроме нас туда, в Сибирь, отправляли немцев по Волжи. Карачаи, там частичное. Чеченов отправили в Казахстан. Я говорю Казахстанам, Чеченам, я говорю, вам еще повезло, теплые края. Клифон другой, да? Ага. А нас от Урала до Камчатки, Сахалина, самые такие страшные, холодные. А от Алматы, Казахстана, до Северного и Давида океана так были разбросаны калмыкиям. И, видимо, рассчитано было так, и говорят, чтобы калмыцкий народ умер, уничтожить таким способом калмыковым. Но калмыки оказались непростовые. Выдержали все это, терпели все это, вынесли все это. Детей стали разберечь. Но все равно осталась половина калмыков в Сибири, в дороге, на севере. Так, значит, и он до такой, значит, было отношение к нам. Ну, там, если какие еще вопросы, вы охраняете. Ну, вот, Борис Абушевич, вот люди переживают, говорю, вот сколько я прямой эфир, вы очень много в интернете пишут, действительно ли, что у вас будет суд, действительно ли на вас составили протокол за это выступление. Вот вы подтверждаете такую информацию? Не понял. Действительно ли на вас составили административный протокол, и действительно ли у вас будет суд? Это правда или нет? Да, да. Составили протоколы, а потом я уже лежал, болел, меня вызывали, значит, в суд привлекать, там, сколько-то штрафов. Потом до этого еще привлекали, значит, в городдел, в городделе. Вызывали вас? Да, вызывали раза два, там девушка сидит в 57-м кабинете, как ее, Ляля, или как-то ее зовут, и она напрашивала, еще, значит, вот, кроме этого, еще, значит, звонили мне, я лежал, я говорю, знаете, в чем? Я говорю, я высказывать не собираюсь, дело в том, что я, говорю, перетерпел все это, разве можно, говорю, за то, что мы отстаиваем свои интересы, то, что произошло в Сибири, то, что мы видели, то, что слышали, то, что умерло много наших людей, об этом разговор идет, говорю, а это калмыки не должны забывать, говорю, и вообще любой народ, любая нация, которая, значит, была подвергнута такому жестокому, страшному, значит, отношению советского государства к нам, именно Сталин, как будто бы он, ну, под его руководством, другие, значит, ВСБ, другие, все это произвели, и такое, значит, над нами сделали, там, ну, еще какие-то вопросы будут. Сколько вот, люди интересуются, сколько вам лет? Мне сейчас 83 года, и я являюсь общественным политическим деятелем, которым занимаюсь летом, ну, я уже 30, не слышим, там много лет занимаюсь, поэтому только, ну, посмотреть, значит, вагон репрессивный сломленный, в этом вагон я сам приобрел, мне помогли, и все то, что в вагоне находится, репрессивный сломленный, это моими руками, все это я достал, сделал, и люди приезжают с большим интересом. Кто помогает вам вот в этом, в обеспечении, там, деятельности, данного музея? Ну, жители сами иногда приносят вещи, которые, значит, там, вот фуфайку какую в Сибири носил, брюки там есть, валенки, чемоданы, вот, посмотрите в окно, вот там лежит, стоит, аудр, видел я чемодан, видел чемодан, ага, это аудр, который прошел по Сибири, ага, я его повезу в музей, там стоит, есть это, магни... патефон, а, патефон даже есть, да, там внутри лежит, мне сейчас дали, я его повезу в музей, все такие вещи находятся в музее, и я собираю, и люди благодарны, что так поступил, и я показываю, значит людям, всему миру, я говорю всему миру, потому что Вьетнам, Китай, Монголия, там отовсюду звонят, интересуются, с Москвы приезжают, профессора, там другие, интересуются, записывают, очень много людей проявляет, интерес, потому что судьбу нашу, ну, слышали, там читали где-то, ну, а это на его я уже показываю, я считаю, все правильно поступил, и выступил правильно, ничего лишнего, такого не наговаривали. Вы ничего лишнего не сказали, вы сказали только про, вот, про, вот, про, вот, про, вот, вы говорили о том, что были, о том, что у вас есть музей, вы этим занимаетесь, вы там о политике вроде бы ни слова не говорили. Ну, 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 я ничего такого личного даже не сказал, мог бы сказать, почему я не могу сказать, и потом, значит, да, конечно, я по трапезникову, который привезли, ну, кто он такой, мэром города, нашей столицы, почему он должен руководить, я это возмущен, там, там еще председатель, зампредправительства, женщину какую-то привезли, откуда-то, почему местные люди, которые достойны, очень много достойных людей, которые из-за такого отношения выехали за территорию Калмыцкой, Москве, кругом находятся, и они хотят же возвратиться и работать, даже некоторые вернулись, чтобы получить от Батыхазика должность, которая соответствовала, и они бы помогали здесь, нашему калмыцкому народу, и все работали, я думаю, считались, чтобы было бы прекрасно и хорошо. Владимир Владимирович, а вот вы знаете же, что Батух Сергеевич Хасиков назначил шленатором Совета Федерации, ну, членом Совета Федерации, Орлова Алексея Маратовича. Как вы к этому относитесь, как вы прокомментируете? Вы знаете, когда приступил работать Орлов, я уже давно знаю, знаю, его знаю, и он ничего абсолютно хорошего для калмыцкого народа, ничего абсолютно, и я даже не подходил туда, потому что видел, ничего абсолютно хорошего не делает и ничего не сделает. После этого дома находился, там помещение есть, которое меня оставили, мой друг, товарищ умер, и это помещение осталось, недалеко от Орловых находится. и все время говорили, что он там дома находится, и он говорит, что отец умер у него там. Ну вот, значит, ничего такого деятельного не было, и вот то, что Путин его отыскал, и наш народ калмыцкий весь удивляется, почему это интересно, он его отыскал, нашел, и где-то выставляет. Какая политика, вот это тоже непонятно. Он для калмыцкого народа, все говорят же, не я один все, что он ничего не проявлял, не работал, плохо работал, плохо относился, ничего такого не делал, и вдруг, значит, отставили, ну, отставка его, то, что написал, видимо, понял, что уже все, ничего не получается. И вдруг Путин, непонятно почему, значит, так отнесся, с какой позиции, с какой политикой. Вот это, людей всех, халмыков, интересуют, все знают. Конечно, конечно. Все знают. И молодые, и пожилые, и студенты, и народ, и старики, и пенсионеры, все-все знают. Почему так поступил Путин? Не знаю, неужели Путин не знал, какая была обстановка у нас. Но мы надеялись, при появлении, значит, нового руководителя республики, что он будет вести правильную политику, хорошую политику. И мы надеемся, но авторитет Батухазиков вот за счет всех вот этих последних действий упал. Ему надо сказать, я даже при встрече, я хочу зайти, встретиться с ним, что у него упал авторитет. А вот вы, когда ему на путь давали, когда он только приехал, помните, вы с ним первое интервью, вы встречались, вы ему желали белой дороги, да, да, я давал на путь от старшего поколения, когда Брилев. От имени старшего поколения, и как председатель союза репрессионных. Вот, вот. Ага. Но я думал... Вот сейчас какое отношение у вас к Батухазикову? Мне не нравятся его действия, то неправильное, то, что, значит, во главу столицы человека, совсем незнакомого нам там, не знаем он кто даже, и все возмущены, по всему городу, все ходят, возмущаются, говорит, весь народ республики Калмыки, говорит, что неправильно он поступил, неправильные действия, зачем он это сделал, и там правительство кого-то привез, поставил. Неужели наших, вот я же еще повторяюсь, наших достойных очень много, молодых людей, ну, в возрасте, молодых, разных женщин, мужчин, много. Почему их не поставят на должности? Они очень грамотные, толковые, калмыки знают, многие знают язык калмыцкий, и теперь, значит, разговор идет о калмыцком языке, конечно, дома уезжает, уезжает, он будет поставить на ющин, а потом он говорил, особенно, он может выжиться, какую важную женщин, В Лилианде. Блъемы проекты, если тема, что все, когда они выходят, сегодня они хотят это pediatric. Вatu времяżyзаque он называет enko, А вот вы в своём, когда приезжал Брилёв, когда вы встречались с Хасиковым, вы говорили, что вы зайдёте к нему по определённым вопросам. Вы были у него или нет? Нет. После этого вот сейчас я хочу зайти время выбрать, зайти с ним разговаривать. Я думаю, он примет, я открыто расскажу то, что я вот сейчас говорил, многое. А то есть то, что вы сейчас говорите, вы можете всё же рассказать про митинги, ребят, про то, что гонение в отношении вас, в отношении молодых ребят. Почему это такое происходит у нас? Почему? А вы знаете, что уже шестерых человек уже признали виновными, вот как у вас статья такая же, и осудили кого-то к обязательным работам, вот будут они наказание отбивать, а кого-то к штрафу. 5 тысяч рублей, ну, у людей по 5 тысяч рублей, Бладмай Берсиев 20 тысяч рублей, и там Валерий Антонович Бладмаев 6 часов обязательных работ, Батар Бармагдаев 20 часов обязательных работ, Максим Саиденов 3 тысячи, что ли, вернее, Мансайев 3 тысячи штрафа. Вот. Как вы вообще относитесь к тому, что вы вот человек, прошедший депортацию, да, калмыкинского народа, который, как бы, делает всё для того, чтобы калмыки не забыли эту депортацию, именно вот, да, вашим музеем, да, вы занимаетесь. И как вы относитесь к тому, что вы опять же гонением подали со стороны власти, ну, так же, фактически так выходит. Да, так выходит. Вот ваше отношение к тому, что на вас составили протокол, и то, что вас хотят судить, что скажете? Ну, в нынешнее время имеется в виду, в современное время же. Да, да, да. Я не понимаю, за что меня должны судить. За что? За то, что я правду говорю, защищаю интересы всего калмыцкого народа, как председателя Союза Репрессии, и говорю о том, как происходило в Сибири, как происходило в дороге, ничего лишнего не говорю. Мы только хотим, чтобы наш народ жил, работал, процветал. Всё было у нас прекрасно и хорошо. Поэтому я всё, то, что сейчас говорю, я хочу высказать, встретиться с Бакухазиком. Я думаю, что он будет, обещал, и думаю, встретиться, и поговорю, расскажу. Он обещал же вас принять, правильно? Да, да, да. Ну, я такой большой надобности не имел, а сейчас есть надобность, вот время выберу, сообщу, что я хочу встретиться с ним. Я обязательно встречу и расскажу вот то, что вот как я интервью давал, и другие вещи, чтобы в какой-то степени, чтобы он с народом, а почему-то он не с народом получается, а людьми, которые откуда-то приехали. И есть подозрение, сейчас наши люди говорят так, это Москва, с Москвы там люди посылают сюда специально, чтобы нами, Москва через них руководила и делала свои дела. Ну да. Так и говорят. Или для карьерной ступеньки для них, вот так вот говорят. Да, 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 да. Так, уважаемые друзья, у нас, я сейчас быстро, уважаемые друзья, подписчики, Борис Воврушевич у нас болеет, он болеет, действительно, вызывали скорую, да? Да, да, да. И вот я же, говорю, посыл заединок, чтобы мясо... Да, да, мясо хочет привезти, чтобы... Так, хотел сказать то, что у вас недавно был день рождения, да? Да, 10 ноября. 10 ноября у Бориса Воврушевича был день рождения, Вот я от всех нас, от молодых людей вас поздравляю, Брюсович. Самое главное – вам здоровье, наверное. Самое главное – вам здоровье. И вот хотелось бы сказать вот эти слова вам благодарности, благодарности за то, что вы делаете, за то, что вы не забываете. Вы нам, молодым, показываете пример, пример, как себя вести, пример для подражания, пример вот этого как бы настоящего патриотизма. Вы поднимаете, вы тоже влияете на то, что уровень национального самосознания калмыцкого народа очень высоко поднимается на настоящее время. Я думаю, в силу состояния здоровья я больше не буду. Я еще хотел дополнить, говорил или нет, по-моему. Я и все пожилые люди, калмыки, очень довольны. Вы посмотрели, мы же раньше выступали, ну, в возрасте, все такое. А сейчас молодежь наша калмыцкая поднялась, студенты, молодежь, все поняли. И выступают, и говорят. Это очень прекрасно, что молодые люди наши, там, девушки, парни, мужчины, студенты, все поняли и ведут хорошую, правильную политику за свой народ, за положение, за интересы калмыцкого народа. Поэтому, пока я жив, я тоже, как председатель Союза репрессивов, как калмыц, интересую и буду добиваться, чтобы нормально... Кстати, Валерий Сушич, 17-го числа очередной митинг будет, переходите на митинг. Вы знаете, да? Да, знаю, обязательно постараюсь прийти. А потом на следующий день у вас суд. 15-30 у вас суд будет. Какое число? 18-го числа к 15-30 у вас суд. Вам должны были звонить из суда. Звонили вам? Какая-то девушка звонила, да, с суда. Я сказал, я болею, вы что, вы не беспокойтесь, что вам надо? Я всё правильно действую, я считаю моё действие правильное. Тогда она извинилась, ой, извините, извините, всё, туда-сюда и последований не было. Всё, Борисович, спасибо вам большое, спасибо за то, что вы меня приняли в таком состоянии. Ну, дорогие друзья, спасибо, это был Борисович Ачиров, наш дедушка, которого тоже привлекается к административной ответственности. У него суд на 18-е ноября 15-30, но вот сейчас он говорит, не знаю, по состоянию здоровья, может, что он не явится, может, опять суд будет откладываться. Ну, я сейчас завершу прямой эфир, всем спасибо. Так, ну, сейчас едем до депутата, до депутата Бадмая Вячеслав, по-моему, депутат Народного хурала. Думаю, через час опять выйдем прямо в эфир. Народного хурала. Спасибо. Вы знаете, почему стоят в стороне, вот ещё, депутаты Госдумы, Батр Канурыч, ага, забыл фамилию. Мукобедна. Мукобедна Батр Канурыч и... А, Дучи и Батр Канурыч. А, Дучи и Батр Канурыч и... Мукобедна Малина. Да, да. Почему они стоят в стороне, как будто ничего не происходит, их не интересует судьба калмыцкого народа? Или что, непонятно. Они должны... Народ их избрал, народ голосовал, народ страдал за них. И они... Не видно их, мы не видим нигде абсолютно. И они, по-моему, крутятся около власти и поддерживают политику власти республики и города. Поэтому они, наверное, так делают. Вот это резкое выступление, хотел сказать. Всё, спасибо, очень грамотно, Борис Абушевич. Что касается Адучиева, да, вот Батр Канурыч, я ему звонил. Я ему звонил, я с его помощником разговаривал, хотели мы с ним встретиться, но они нам не ответили ничего. А ребята сейчас хотят... Ну, не знаю, у нас информация такая есть, что с Мариной Мукобедной встретиться в Москве. Как встретиться, я вам обязательно сообщу. Ну, ребят, всем до свидания, всем спасибо. Это был у нас Ачиржа Борис Абушевич, ещё раз напомню, привлекается к административной ответственности по суду. Суд назначен на 18-15-30. Ну, наверное, не пойдёт, да? Или как? Вы выздоровеете, не выздоровеете? Ну, посмотрим. Но мы ещё вам сообщим. Мы ещё вам сообщим. Ага. Ну, там такого интереса нет, я не понимаю. То, что они суд делают, это проигрывают они. Народ видит их неправильные действия. За что нас судить? Конечно, конечно. Это перед народом, перед всем калмыцким народом и даже России везде, они своё неправильное действие, неправильное лицо показывают по отношению, значит, к народу. Неправильно. Они это кто? Они, ну, депутаты там, ну, это... Те, которые, значит... Монах Лачнера, да? Монах Лачнера, да. Они, ну, что, говорят так. Они же, говорят, ну, что там, взятки берут там, что-то такое делают, карманы набивают. Вот это их неинтересно. Открыто говоря, так. Многие так и делают. Для этого они добиваются должности, на должность идут. Чтобы семью обеспечить, себя обеспечить, деньгами, там, всем положено. Подождите. У Батар Конуровича, говорят, здесь где-то в районе 10 точек. Мне люди, которые, значит, Ирна, здесь есть тоже депутаты интересующие. 10 точек по Целинному району, говорят. Это, говорят, его точки расположены... Не знаю я, насколько правда, но мне вот так говорят. Не, ну, он являлся, у него... Он раньше занимался же этим. Ну, да, фермерсилом. Принимательство, да. Да, да, да. Ну, было. У него КВХ Дуча, они работают, да. Я это точно знаю. Я же работал здесь в Целинном районе. Да, 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 да. У него были, но всё равно. Ну, да, вот здесь Адьян пишет, ребята пишут. Они же герои Калмыкии, но почему-то наши герои Калмыкии все молчат, да? Вот так вот. Ага, да, 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 да. Для чего мы избирали? Интересно. Для чего это? А Дучеева, потом женщина, там, других депутатов. Ну, сейчас вы, вот, вы как правильно сказали, Жабаришович, что сейчас народ отдельно, власть отдельно. Да, народ отдельно, власть отдельно, депутаты где-то там. И никто не хочет к народу выходить, никто не хочет на диалог, более конструктивный диалог составлять, никто не хочет. Поначалу, да, Бату Сергеевич встретился, ни к чему не пришли, потом пошли митинги, уже четыре, ну, два больших митинга, да. И уже будет пятый. И вот сейчас 17-го пятый. Пятый будет митинг, но ещё никто не идёт. Борис Александрович, Бушевич, спасибо вам, вот здесь вам, вот нас смотрят около 62 человек, все желают вам здоровья, все поздравляют вас с днём рождения. Сейчас он смотрит. Сейчас он смотрит. И пишут очень много хорошего, благопожелания, все, Юриалия, желают здоровья. Ну, самое главное, вам здоровья желают. И пишут, что вы для нас пример. Ну, на этом, наверное, мы закончим. Чтобы Бориса Бушевича не отвлекать. Человек, как-никак, состояние здоровья чуть хромает, пожилой. Ещё раз говорю, 83 года ему представляет, а человек боится. Ну, всё, спасибо, ребята, ждите эфир с депутатом, сейчас поеду за депутатом. Ага.